Танцевал тоже вместе с нами Аккуратно, Антон Гуру стиля Икона эстетства Человек мода Павел Синьков сегодня У нас Впервые в истории Сладких пятниц Вообще-то у нас сегодня еще завтрашний будет день обнимания И сегодня мы с Антоном обнимаемся со всеми нашими гостями Поэтому давайте обнимемся Я рада у меня все в мехенде Антон, привет Паша Исполняется моя долгожданная мечта На самом деле Мы наконец-то подстрижем Антона На выходе я хочу, чтобы получилось вот так Понятно Я не нравится? Так как сегодня пятничный эфир Я думаю, прическа должна быть Такая еще и веселая, харизматичная Да Антон просит так На самом деле я так не очень хочу Видно, все прекрасно И Паш практикует такую систему Систему Приведения человека в порядок Как стрижка Огнепарная Огнем Вот так вот это происходит Подождите, а если он покрыт лаком Он Он может вспыхнуть Но это и будет веселая пятничная стрижка Я ждала этого Тебе что дать надо? Может мне мехенди пока стереть? Ну не знаю, будь мехенди и подстриженный В общем Отлично Папу покомплектован до пятничного Да Ну что ж, давайте потихоньку начнем Давай Нашу прическу Что за стрижка огнем? Расскажите, пожалуйста Можете такие огнетушители? Огнетушитель нет, не потребуется Да, мы в нашем барбершопе еще давным-давно с моим коллегой Денисом Юшиным затеяли такую стрижку огнем Вот И это не только стрижка огнем, но еще и подстригание разными опасными другими инструментами Там, допустим, обретет топором Можно я покажу, что у вас? Да, вот здесь Вот у нас есть молоток С этим что мы будем делать? С этим мы будем Усмерять его? Разбивать бутылку, чтобы потом розочкой от бутылка стричь Либо, ну, в хозяйстве всякое может пригодиться, поэтому на всякий случай молоток всегда с собой Вы устраиваете шоу на разных площадках города И, я так понимаю, можно вот так вот прийти раз и в клубешнике отвалилось что-нибудь А тут молоток под боком Ой, под рукой, не под боком Под боком, да Да, совершенно верно А теперь как мастер, скажите, пожалуйста, вот состояние его волос какое? Состояние волос? Не стрижено? Ну, стрижка, видимо, была сделана давно Очень давно Вот, возможно, Антон очень такой занятой мужчина Очень занятой, да Поэтому я его буду стричь бритвой, да, чтобы у нас пряди получили Такая не качма на голове, а именно такие, знаете, рваные, клевые рок-н-ролльные пряди У-у-у, кто-то преобразится сегодня У-у, кто-то будут рок-н-ролльные пряди Завитый мне Твои рок-н-ролльные пряди на меня немножко попадают, поэтому я отойду Это аккуратно, что ты под пряди мои рок-н-ролльные видишь Ну, я решил сделать, чтобы у вас был разный образ Вот Яна такая очаровательная принцесса с такими кудрями Понял, и принцесса А Антон будет рок-н-ролльный плохой чувак Соловей-разбойник Да Али-баба, а нет, али-баба нет У него более 40 раз Паша, вчера было крещение, сегодня мы у всех спрашиваем Нырял ли ты в прорубь? Вы знаете, я вообще забыл, не знаю, почему-то про крещение Вот давно-давно мечтал всегда нырнуть в прорубь, но как-то все опасался, что заболею И вот я до сих пор как бы не опробовал это на себе Вы ныряли, ребят? Я не стей только плаваю Но это нормально для здоровья, потому что до сих пор же бытуют слухи, что Ты ныряешь и все нормально, со здоровьем Надо готовиться к этому Я вот тоже считаю, что надо быть подготовленной А не просто, ха, сегодня крещение, я пойду окунусь и все Таким образом, ты якобы встретил и отметил этот праздник Нет, так не должно быть, в любом случае Это у тебя внутри должно То есть вот, пойду в церковь, схожу на службу, воды наберу И потом уже прорубь, а не просто, что ты прорубь нырнул и все Вы все эти ребят заметили, в инстаграме очень мало вот видео, да? Где нырять? С этого года Потому что у нас проруби как такового и нет И нету, ну вот Разрешили, вон, купель поставили искусственную, и то маленькую И то ямка не успею Вырывайте прорубь Будем нырять А вообще вот... Мне кажется, надо в чем устроить? Фестиваль ныряния Мне кажется, это круто будет Это же горнолужник Давайте организуем эту тему Фестиваль ныряния Это прекрасно Что у нас сейчас мы сделали по всей длине Вот это вот прошлись, да, бритвой? Да, вы знаете, мне так хорошо с вами, что я уже немножко сам... Ну вот вы говорите, что он там сделал Я просто подстригаю его Вот, на самом деле, вот, я вам честно скажу, не лукавлю Для меня конец стрижки всегда это тоже такое, ну, маленькое удивление Что получилось, потому что, ну, мы же не готовимся заранее Как-то уберем или нет? Оставь такой мой чуб Березовский чуб Да, уберем Мне кажется, просто оттягивает момент обработки огнем Моей головой, чтобы так вот неожиданно все произошло Да, надеюсь, что все произойдет очень хорошо И дорогие телезрители